Добрый вечер! Это суть недели в студии Григорий Тинский. Сегодня в программе. Даты недели. День военно-морского флота. Что именно и почему именно в последнее воскресенье июля мы празднуем. День крещения Руси. Почему православие стало государственной религией Руси? И кому мы этим обязаны? Об этом мы поговорим с моим гостем, отцом Пименом, историком, настоятелем Казанского Свято-Введенского Кизического монастыря. В наше время наш народ переживает второе крещение Руси. Трудная жизнь автовладельцев Казани. С какой скоростью мы будем ездить по городу? И когда же, наконец, купить поле с ОСАГО можно будет без проблем? Гость нашей студии Рафаил Нагуманов. Заместитель председателя комитета по законности Госсовета Республики Татарстан. Практика говорит о том, что 45 километров это смертельный исход уже. Парковка в центре Казани. Второе. Мы продолжаем расследование нашей программы, но теперь уже с участием прокурора. Это, наверное, дайте мне бы парковку, видимо, она лучше городская, муниципальная. Пожалуйста, подключите. Мы уже давно привыкли к этому замечательному празднику, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Великолепная картинка по всем телевизионным каналам, праздничное настроение по всей стране, но особенно, конечно, в портовых городах, на всех наших морях, от Баренцева до Черного и от Балтийского до Тихого океана. Нас наполняет гордостью героическая история нашего флота. Но, к сожалению, при внимательном изучении обнаруживается, что историю мы знаем плохо, а сама она, история, изрядно мифологизирована. Первое упоминание в исторических документах о военно-морском флоте России относится к 860 году. Речь в них шла о морском походе на Константинополь в июне этого года. Поход был ответом на грубое нарушение Византии, договора о дружественных отношениях между Русью и Грека. Поводом для похода послужили истязания русских послов и купцов в Константинополе и нападения на рыбаков и промысловиков у острова Березань. Русские воины на 360 ладьях проникли в пролив Босфор, высадились на берег и в течение недели осаждали столицу Византии. Положение Константинополя было очень серьезным, так как русские заняли городские предместия. Императору Византии Михаилу Третьему пришлось вступить в переговоры, в результате которых был заключен договор мира и любви. И Россия получила выкуп в 48 тысяч гривен золота. Так были восстановлены пупранные интересы Рузи на Черном море. Однако осада Константинополя проходила с 18 по 25 июня 860 года и никакой привязки к последнему воскресенью июля, то есть к нынешнему празднику, не имеет. Официальным днем рождения Российского военно-морского флота можно было бы считать 1696 год, когда после взятия крепости Азов Боярская дума обсудила рапорт Петра I об этом походе и 20 октября решила начать строительство военно-морского флота. Однако, с одной стороны, это событие произошло через 836 лет после первой морской победы России в Босфоре, а с другой это снова не совпадает с последним воскресеньем июля. Единственное событие, точно совпадающее с последним воскресеньем июля, произошло 28 июля 1904 года, как раз в последнее воскресенье июля по старому стилю. Это было одно из самых грандиозных военно-морских сражений истории, между первой Тихоокеанской эскадрой русского императорского флота и военно-морской эскадрой японского императорского флота под командованием адмирала Того. Русской эскадрой командовал контр-адмирал Вильгельм Картович Витгефт. В историю это сражение вошло как бой в Желтом море. С русской стороны в бою участвовали эскадренные броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан», «Пересвет», «Полтава», «Севастополь», «Победа» и бронепалубные крейсеры «Аскольд», «Новик», «Паллада», «Диана», 7 эскадренных миноносцев и госпитальное судно «Монголия». Эти броненосцы были самыми большими военными кораблями, которые когда-либо до этого бороздили моря. Их водоизмещение достигало 13 тысяч тонн, толщина брони 15 дюймов. В двух вращающихся башнях размещались спаренные 305-мм орудия. 18 паровых котлов могли позволить развить скорость до 19 узлот. Дальность плавания достигала 5000 морских миль. Численность команды составляла 700 и более матросов и офицеров. Более внушительного зрелища, чем застилающий небо дымами из труб бронированный гигант, глубоко сидящий в воде и ворочающий туда-сюда страшными свалами пушек с золоченым двугналом орлом на носу под Андреевским флагом, трудно себе представить даже сегодня. Это были очень красивые корабли. Но век их оказался страшно короток, а число сражений ничтожно мало. Хотя первая Тихоокеанская эскадра была лишь малой частью морских сил России, она была самой большой и мощной армадой, какую русский флот выставлял на битву за всю свою историю. Русской армаде противостояли всего 4 японских броненосца с аналогичными техническими характеристиками и 3 броненосных крейсера с более тонкой броней и слабыми орудиями. Это был первый эскадренный бой в 20 веке и первый эскадренный бой современных броненосцев. Это был первый бой русского флота в открытом море, вне видимости берега. Это был бой с одним из сильнейших флотов планеты. Хотя задачей флота адмирала Витгефта значился прорыв по Владивосток из осажденного порта Артура, фактически русский адмирал давал флоту японскому генеральное сражение. Разумеется, адмирал Тога не позволил бы русской эскадре перейти в новую базу и постарался изо всех сил, чтобы этого не случилось. С его стороны сражение тоже носило характер генерального. Оно должно было завершить затянувшееся 170-дневное противостояние обоих флотов. 28 июля 1904 года решался жизненно важный вопрос. Кто будет владеть Желтым морем? Решение вопроса в пользу русских обрекало 4 японские армии на изоляцию в Маньчжурии и позорную сдачу. Победа японского флота означала успешное продолжение сухопутных операций, падение Ляояна, Порт-Артура, Мукдена, вытеснение русской армии из Южной Маньчжурии и победу в войне. Само существование и России, и Японии решалось в последнее воскресенье июля 1904 года. В этом морском бою на карту были поставлены обе империи. За всю свою 300-летнюю историю русский флот еще ни разу не стоял перед более важной задачей. Еще ни одно сражение не играло для Родины такого значения, как это. Еще ни разу флот не выступал в роли спасителя России. Почему же бой 28 июля никогда не называют в качестве причины дня ВМР? Ведь Порт-Артурская эскадра тогда на равных противостояла одному из лучших флотов мира. А из хода боя нам стыдиться вовсе нечем. В этом бою не был потоплен ни один корабль, хотя и русские, и японские корабли в ходе боя получили серьезные повреждения. С материальной точки зрения поражение понесли японцы. Флагман русских, Цесаревич, имел исправными все орудия и смог к концу дня восстановить управляемость. В то время как японский флагман, Микаса, имел неисправными 100% орудий главного калибра и 50% среднекалибрных. В Цесаревич попало по разным данным от 6 до 12 крупнокалиберных снарядов, в то время как в Микасу 22. Если бы бой продолжился, положение японцев стало бы еще критичнее, ведь у них заканчивались снаряды, в отличие от русских, стрелявших реже, но, как видно из цифр попаданий, лучше целившихся. В конце сражения Микасы в связи с гибелью или ранением командиров командовал уже третий по счету капитан. Крупнокалиберный снаряд, попавший в броненосец Асахи, пробил его борт под ватерлинией около кормы и произвел сильные повреждения внутри корабля. Осколками были убиты старший артиллерийский офицер и несколько матросов. Японский офицер лейтенант Сакура, участник сражения, впоследствии писал в своих мемуарах. В этом генеральном бою, если можно так назвать его, наши суда пострадали весьма серьезно. Не было ни одного, которое не имело бы пробоины, а следственных и крена. Командующий первой эскадры, адмирал Витгефт, по неясным причинам не верил в успех похода. Именно в этом духе он настроил и своих офицеров, включая командиров кораблей. Эскадра рассыпалась при первых же сложностях флагмана. Первая Тихоокеанская эскадра после боя в Желтом море практически перестала существовать как организованная боевая сила, в первую очередь в моральном смысле. Было решено, что прорыв во Владивосток невозможен. После чего началась передача артиллерии, боекомплекта и личного состава эскадры на сухопутный фронт. Надежда на объединение Тихоокеанского и Балтийского флотов окончательно растаяла. В материальном смысле повреждения японской эскадры были столь велики, что 2-3 месяца русские имели значительное материальное превосходство на море. В поисках подходящей даты для праздника ВМФ большевистская комиссия в составе трех красных адмиралов Кузнецова-Исакова-Галлера и флотского комиссара-Рогова копалась в истории царского флота. Едва ли последнее воскресенье июля было взято совсем уж с потолка. Странно, что бой в Желтом море никогда не назывался в качестве причины дня ВМФ. Странно то, что фактически выигранное сражение не стало датой, а имена адмирала Вингефта и моряков 1-й Тихоокеанской эскадры предметом гордости ни старых, ни новых россиян. Странно это праздник. День российского военно-морского флота. Загадочно. Впрочем, это вообще характерно для советских праздников. День Красной Армии 23 февраля в этом смысле похож на день ВМФ, но об этом мы поговорим с вами в феврале. День Крещения Руси. Почему именно православие стало государственной религией на Руси и кому мы этим обязаны? Об этом мы поговорим с моим гостем, отцом Пименом, историком по образованию, настоятелем Казанского Свято-Введенского Кизического монастыря. Отец Пимен, в июле, традиционно, в последние годы в России празднуется Крещение Руси. Расскажите, пожалуйста, историю этого праздника, который праздник не только для церкви, но и для светских людей. Праздник Крещения Руси, памятные события, которые относит нас к концу 10-го столетия, 988 год, иные историки называют другие даты. Ну и с 11-го времени княжения на Руси Владимира Святославича, который прославлен церковью в лике святых. И 28 июля, день, в который мы последние годы празднуем Крещение Руси, это как раз день церковной памяти святого равноапостола князя Владимира. Церковь именует его равноапостольным, потому как считает, что те труды, которые он подъял и сделал для своего народа, в общем-то, поставили его, ну если не в один ряд, то где-то приблизили к апостолам. Потому что апостолы отправлялись, как мы знаем, после Пятидесятницы в разные концы тогдашнего мира с проповедью о Христе. А здесь проповедь шла как бы сверху. На целый огромный край. Огромный край, и мудрое решение государственного правителя, оно сделало и народ христианским. Что привело князя Владимира к мысли о том, что надо принять именно христианство, причем именно в его византийской версии, то есть восточного ортодоксального христианства? Ну я полагаю, что князя Владимира как раз двигала идея, которая была не чуждая земных каких-то устремлений, сделать государство монолитным, крепким, для того периода времени другого метода, как собрать воедино в церковной ограде все народы тогдашней Руси, наверное, и не было. То есть можно сказать, что для своего времени князь Владимир был прогрессивным правителем. Он хотел свою страну, которой правил, как-то приблизить к западным стандартам, выражаясь современным языком. Современно, да, но в то время не только на Западе были передовые государства и образования какие-то национальные. Византия в то время была одним из наиболее развитых таких государственных организмов. Это не просто государство. Империя объединяет в себе многие-многие племена и народы, многие верования. Но империя византийская, восприняв традиции империи римской, она не слишком, скажем так, диктовала местным племенам и народам какие-то навязывая им религиозные, в том числе, представления. Но те народы, которые принимали православие из рук Византии, византийцы их считали автоматически своими вассалами политическими. Ну, в общем-то, это, опять же, ни к чему серьезному не обязывало. Мы знаем, что Русь, приняв христианство от Византии, она сохранила свою идентичность, так скажем, национальную. И никаких выплат, так скажем, туда не поступало. Как вот вы оцениваете роль сегодняшнюю русской православной церкви и в государственном строительстве, и в государственных делах? Достаточно ли она или нет? Роль церкви, прежде всего, служить спасению человека, чтобы человек нашел Бога и следовал по стопам евангельских заповедей. Ну, а церковь в мировой истории, в отечественной истории многократно оказывала совершенно разных исторических условиях существования. Были периоды расцвета церковно-государственных отношений, были периоды упадка. А сейчас мы в расцвете? По мудрому такому сравнению почившего патриарха Алексея II, в наше время наш народ переживает второе крещение Руси. Потому как люди, которые десятилетиями насильственно отрывались от основ веры, от жизни по вере, сейчас получили такую возможность. Но, к сожалению, многие поколения так и остались вне церковной ограды. Многие сейчас приходят к людям уже пожилого возраста и с сожалениями говорят, что мы не знали того сокровища, которое содержит в себе церковь. Ну, а русская церковь, она, начиная со времен святого князя Владимира, она, в общем-то, оказывала серьезное влияние на развитие и государственной, и общественной жизни. Потому как с приходом церкви на Русь появились совершенно новые нормы, совершенно новые отношения, новая иерархия появилась на Руси, невиданная доселе. Ну, и, конечно же, церковь мыслилась как такой корабль спасения, куда мог прийти человек, независимо от своего рода, звания. И если в Древней Руси изгой, то есть изгнанный со своими сородичами от общения, терял все, по сути дела, ну, изгой, и ты есть изгой, то в церковном обществе изгоев не было. Спасибо. До встречи. Спасибо вам. После непродолжительной рекламы мы вернемся и расскажем вам о трудной жизни казанских автомобилистов, с какой скоростью мы будем ездить по городу и когда же, наконец, купить полис ОСАГО можно будет без проблем. А поговорим мы об этом с Рафилом Габтрафиковичем Нагумановым, заместителем председателя Комитета по законности Госсовета Республики Татарстан. Рафил Габтрафикович, в последнее время из Госсовета, в котором вы являетесь одним из руководителей Комитета по законности и правопорядку, исходит несколько очень интересных инициатив, которые перекликаются с теми темами, которые мы здесь в нашей передаче поднимаем. Речь идет о защите прав автомобилистов. Хотелось бы от вас услышать из первоисточника, что вот сделано и что в продолжении этих инициатив может быть сделано Госсоветом? Ну, добрый вечер. Мне что хотелось сказать? Ну, Государственный Совет где-то могут и критиковать, где-то не критиковать. В любом случае работает на народ. Ну, проблема в Республике. Во-первых, по итогам прошлого года мы побольше, чем по запросам, чем другие годы задавили народу. Будем так, это по-простому я говорю. Со смертельным исходом ДТП произошло увеличение этого количества. Поэтому мы вышли в законодательство в Государственную Думу. Ну, там несколько. Например, при повторности употребления спиртных напитков мы просим от трех до пяти лет лишения прав на управление. А сейчас до трех. У нас же правило дорожного движения стоит знак 60. Народ едет 80. Хотя, ну, 78-79, да. Хотя ведь уже 65 едет. Это уже нарушение правил дорожного движения. Просто ответственности за это нет. Но при этом надо помнить, что если при этом он совершил какой-то ДТП, который подлежит уголам, он будет нести ее, соответственно, за нарушение. Случаи. Давайте вот это проясним, потому что не все наши зрители это понимают. И я сам тоже немножко тут был не тверд. То есть ответственности за это дело нет. То есть оштрафовать нельзя. Но в том случае, если двигаясь со скоростью 70 при знаке 60, вы совершаете ДТП, то вы можете быть признаны виновными на основании того, что вы превысили скорость. Конечно. Практика говорит о том, что 45 километров это смертельный исход уже. Еще один вопрос. В последнее время было очень много проблем, связанных с продлением или первоначальной покупкой полисов ОСАГО. Как нам дальше с этим бороться? Потому что практически итальянская забастовка страховщиков привела к тому, что люди приходят, нет, нет, не продают полисы. Как с этим бороться? Мне кажется, что в зависимости пришли деньги к страхователю, не пришли другому. Вне зависимости от этого он должен получить завтра бумагу. Кстати, новый закон, извините, что прерываю, новый закон именно такой порядок и предусматривает. Да, предусматривает, но не всегда это получает. Сегодня страховщики начинают, говорят, поднимать, поднимать, поднимать цены. Но если взять сегодняшние отчеты эти, то они больше зарабатывают на порядок, чем, например, выплатили населению. Поэтому здесь вопрос, и правительство правильно поддерживает вопрос, по-моему, они стоят слишком рано. Мне бы еще хотелось попросить, ну, можно сказать, вашей помощи. Дело в том, что мы вот уже которую передачу подряд отслеживаем вот какое явление в городе Казань. Парковка в центре сегодня невозможная история. Но многие очень предприимчивые господа бизнесмены около своих заведений, магазинов, ресторанов и так далее выставляют эти вот замечательные таблички. Не парковаться только для клиентов и так далее. На каком основании непонятно, потому что земля-то муниципальная, и они ее не купили и в аренду не взяли. Оказалось все очень просто, что за такие действия полагается штраф. Они есть. А вот никто этим и не занимается. Вот это вот другой, наверное, вопрос. Вот я понял. В любом случае, где-то в правовом управлении нашем, этот вопрос мы, наверное, забьем. Мониторинг исполнения этого закона. Совершенно верно. Мы провели бы, ну, не мы, так другие депутаты проведут. Рафа Жарченко, я вас очень прошу посмотреть этот сюжет вот в нашей программе, которая выйдет в субботу. Ну, а говоря о парковках в городе Казань, в центре, может быть, не всегда удобно, но практически на 90 с лишним процентов у нас парковщик местами, ну, лишние 500-600 метров пройти не хотят. А потом, мне кажется, в Казани нам пора уже иностранный опыт, и московский опыт вводить. Машину поставил, плати, пожалуйста, свое место. Паркоматы? Да. Я думаю, их будет намного меньше, этих машин. Рафа Жарченко, спасибо вам за такой вот интересный, живой, откровенный разговор. Спасибо, Григорий. Мне хотелось бы автолюбителям, если же мы об этом говорили, счастливой вам езды, без ДТП, чтобы с улыбкой из дома уезжали, с улыбкой приезжали. До свидания. Еще один сюжет из жизни автовладельцев. Парковка в центре Казани. Дорого. Мы продолжаем расследование нашей программы. Теперь уже с участием прокурора. Парадокс. Знак парковки есть, а парковаться нельзя. Железное ограждение охранник ресторана убирает только для гостей заведения. После показанного три недели назад репортажа о ситуации с парковками в центре города, ситуация изменилась. Нашу снимочную бригаду начали узнавать. И отвечать на вопросы журналистов теперь стали выходить первые лица заведения. На вопрос, где ваш охранник, который на этот раз дружелюбно убирает таблички, директор ресторана вообще объявил, что его нет и не было. Недельки две назад был он у вас охранником. И сегодня тоже мы подъехали. Покажите, пожалуйста, документ, на основании которого вы запрещаете здесь парковаться. Я же вам еще раз говорю. Аренда. Покажите мне документы аренды. Аренда. Вы арендуете здание. Вы арендуете здание. А не землю муниципальную, понимаете. По закону вы арендовать это место не можете. Этот знак не вы поставили, а муниципалитет. И своим знаком указал, что здесь парковка общая для всех и бесплатная. Охранник тут показывал какую-то бумажку. Ну, тогда был охранник, выходил администратор. Ну, в конечном бумажке. Администратор какой? Как известно, лучшая защита – это нападение. Молодой директор руководствовался именно этой народной мудростью. Тем временем сам не смог ответить ни на один вопрос журналистов. Просто все отрицал. А после вообще вежливо попросил припарковаться. Паркуйтесь, пожалуйста. А, то есть парковаться можно? Конечно можно. Это арендодатель, парковка, видимо. Она общегородская, муниципальная. Пожалуйста, паркуйтесь. Следующий объект – кафе на пересечении улиц Гоголя и Горького. И вовсе выделился. Установил пустые ограждения. Вроде место парковочное есть, но заехать мешает препятствие. А кто запрещает – неясно. В смысле, а если стоять нельзя, что ли? Ну, можно как бы, но это для гостей сделано. Для каких гостей? Вот в ресторан. А если мы не собираемся? Ну, нет, нормально, но можно ставить, потому что ничего такого нет. А тогда зачем мне эта табличка нужна? Хорошо, было. Чтобы узнать, что за таблички и имеют ли они отношение к заведению, попыталась объяснить миловидная замдиректора Ольга Анатольевна. Эта табличка у нас в парковке. И она у нас была согласована в 2010 году. Как будто из происка? С кем согласованы? С главным архитектурным управлением. А смотрите, что вот, для чего общение с ним должно быть табличка? Я даже не знаю, как назвать. Это железное оборудование. Нет, смотрите, на самом деле таблички, они нам не принадлежат, если вы видите, да? Ну, вообще, эта парковка, она к местному ЖСК относится. Мы неуполномочены вам давать комментарий, потому что все документы у него, и всем этим опросом занимался он. Там все документы как раз на ЖСК. Вы его спросите, он вам ответит. А он где вам узнает? Его зовут Валерий Викторович. Да, Валерий Викторович. Фамилию него куплено. А где он узнает? Он живет вот здесь, в этом доме. Ну, я не могу сказать. Он как-то сам там приходит. Мы его не ищем обычно. Очередной рейд показал. Владельцы кафе и ресторанов законопослушными не стали. Металлические ограждения с дорожных карманов не исчезли. Но все они вдруг стали бесхозными. Если, например, данные ограничители установлены на части, предположим, муниципальной дороги, то эти ограничения являются незаконными. В случае нарушения закона необходимо обращаться в органы Управления Росреестра по Республике Татарстан и в органы полиции. Именно эти два органа правомочны привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без установленных на то законом документов. Данная статья влечет ответственность административный штраф для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц от 1000 до 2000 рублей и для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. А теперь мне осталось только подвести итоги зрительского голосования по вопросам, заданным мной в прошлой программе. Первый вопрос. Считаете ли вы, что сложная международная обстановка, связанная с украинским кризисом, должна сопровождаться закручиванием гаек внутри нашей страны? 80% проголосовавших считают, что нет. Не должно. Второй вопрос. Считаете ли вы справедливым исключение из партии «Справедливая Россия» Марата Курбанова? 72% проголосовавших считают, что Марат Курбанов был исключен из «Справедливой России». Уж извините за каламбур, несправедливо. Мне остается только поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании, и присоединиться к мнению большинства. Мое мнение совпадает с вашим. Ну вот и пришло время прощаться. Всего вам доброго. Увидимся в следующую субботу.